ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так сложилось, что в эфир я выхожу обычно раз в неделю, если нет ничего экстренного. Но сейчас кое-что экстренное появилось, и я считаю нужным сказать об этом. Но перед этим оглашу хорошую новость. Если помните, год назад я говорил, что собираюсь ехать по странам Центральной Азии, где азербайджанская агитмашина хорошо работает в антиармянских вопросах. Я должен был снять сюжеты, написать статьи на тему, чтобы разоблачить азербайджанскую ложь в отношении армян в Средней Азии. Так вот, коронавирус, будь он неладен, не дал этого сделать тогда. И сейчас границы более-менее открыты, и я собрался. Итак, с 20 августа по 5 сентября я проедусь по маршруту Ош, Бишкек, Алматы, Душанбе, Ташкент, Фергана, Самарканд. Именно вот в этом порядке, который я сейчас огласил. Прошу меня любить, жаловать, готовить плов и самсу. Шучу. И без плова буду рад встрече, если у вас будут для этого организаторы. Писать мне можно на электронную почту vodarsobakamail.ru vodarsobakamail.ru На экране сейчас появится адрес моей электронной почты. А теперь к экстренному. И у меня на связи Александр Лапшин, чье имя снова бурлит и полыхает. На этот раз в Армении. И у меня к нему вопросы. Саш, ну я смотрю, любят тебя политики. Любят. Прям из огня до вполыми. Снова вокруг твоего имени Шабаш и уже в Армении. Давай сразу быка за рога. Кто такой Наири Охикян? Что вас связывает и как вы оказались вместе в компании Никола Пашиняна? Вадим, привет. Всегда рад тебя слышать. Всегда рад с тобой общаться. Что меня связывает с Наири Охикяном, журналистом, который приписывает мне дискуссии, диалоги с премьер-министром Николом Пашиняном и пресс-секретарем Владимиром Карапетяном, который сейчас посол Армении в Киеве. Значит, рассказываю. С Наири мы знакомы достаточно давно. Еще вот с тех пор, когда я незаконно находился в азербайджанской тюрьме из-за поездки в Нагорный Карабах, он публиковал очень много материалов в мою поддержку, за что я ему безусловно благодарен. Он всячески морально поддерживал мою семью в это непростое время. Он выходил в эфир как журналист армянского телеканала Шан ТВ и много об этом рассказывал. Потом, когда я уже смог вырваться из азербайджанского плена, я приехал в Ереван, мы с ним встретились, и я даже два или три раза был на его канале в качестве гостя. Собственно, все. Да, за это ему благодарен. Теперь, в мае 2019 года, мне позвонил Наири и сказал, значит, я согласовал с канцелярией Никола Пашиняна, чтобы ты с ним смог встретиться и, значит, пообщаться. Честно говоря, я всегда хотел встретиться с Николом, потому что, опять же, когда я был в азербайджанском плену, Никол Пашинян и Эдмон Марукян из партии, я, извиняюсь, я забываю, не очень понимаю в армянской политике, короче, он тоже один из политических лидеров в Армении, вот, они ходили на акцию протеста к посольству Беларуси в Ереване и требовали выслать посла Республики Беларусь за то, что они меня выдали в Азербайджан. Значит, сам Наири меня туда привез, это было в Геваре, там был экономический форум в мае 2019 года, там я действительно встретился с Пашиняном, там же присутствовал Владимир Карапетян, присутствовал сам Наири Охикян, и еще были два или три человека, я, честно говоря, не знаю, это была охрана Никола Пашиняна или это были какие-то депутаты парламента Армении, я не в курсе. На этой встрече мы с Николом поговорили, честно говоря, ни о чем. Как тебе нравится в Армении, чем занимаешься, как ты переживаешь там стресс посттюремный, ну, всякие такие вещи. И в итоге, значит, они Никол и Владимир Карапетян, они мне оба сказали, что сейчас у Армении трудные времена, что Армения пойдет, вынуждена пойти на соглашение с Азербайджаном, и с Турцией, надо работать над открытием границ, транспортных коридоров, нет иного варианта, кроме как каким-то образом решать Карабахский вопрос, естественно, путем взаимных уступок, ну и так далее и тому подобное. Как бы эти все вещи известны, очевидны, и ничего в этом нового нет. Вот, теперь что касается лично меня. И мне просто сказал Владимир Карапетян, что мне надо просто это иметь в виду, и как-то свой конфликт вот с Азербайджаном, ну, тоже как-то в итоге решать, потому что невозможно постоянно находиться с Азербайджаном в конфликте. Допустим, они совершили преступление против меня, там, я на них подал в суд, то есть на тот момент я уже подал в Европейский суд по правам человека против Азербайджана, мое дело рассматривалось, я об этом рассказал и главе государства, и Владимиру Карапетяну, они пожелали удачи в суде, если могут быть чем-то полезные, тоже сказали, как говорится, звони в любое время. Вот, и сказал просто, просто ты должен понимать, что ситуация в мире будет меняться, и ты должен, чтобы оставаться в тренде, как бы тоже должен быть вот в этой ситуации, чтобы в итоге, как блогер, и как журналист, просто не оказаться как бы неудел. Ну, собственно, все, больше ничего там не было. Вот лично я знал об этом разговоре, что Пашинян собирался делать уступки по Арцаху, и налаживать долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном. И я говорил об этом в двух своих выпусках. Я это помню хорошо. Беда в том, что об этом знали и раньше только те, кто антитопор смотрит. Но такого резонанса не было. Видимо, люди думают, что я хочу намеренно окунуть Пашиняна лицом в грязь, и не придали этому значения. И все же, и все же, почему ты раньше молчал о разговоре с Пашиняном? Хотя я знаю ответ. Наверняка бы ты стал врагом сразу оголтелой духовщины. Или я ошибаюсь? Я не могу сказать, что я об этом молчал. Все мое окружение, все мои друзья об этом прекрасно знают. Со всеми это обсуждал. В том числе самому же Наире Охекяну. Я сразу же после этой встречи, я ему об этом рассказал. Он к этому отнесся абсолютно спокойно, улыбнулся, как-то даже так... Да никакой особой реакции не было. То есть все общества в Армении морально было всегда готовы к тому, что Карабахский вопрос как-то будет решен. Ведь никто не говорил о том, что будет война, а никто не говорил, что там погибнут тысячи людей. О том, что как-то вопрос будет решаться, все об этом знали. Я, кстати, об этом даже рассказывал на своем YouTube-канале и публиковал в Facebook о том, что если Карабахский вопрос будет решаться путем уступок, то, на мой взгляд, нужно заручиться мирным договором с Азербайджаном, размещением каких-то там миротворцев. То есть это все было. Почему я не выступал в армянских СМИ или в каких-либо других СМИ? Ну, честно говоря, почему я должен это делать? Я как блогер публикую это в своих соцсетях. Высказываю свое личное мнение и свою интерпретацию того, что я слышал. Но обращаться в СМИ, я не армянский гражданин, я не армянский политик. Почему я должен это действительно делать? К тому же это мои личные предположения, мои выводы. Мало ли, что я думаю. Саш, тебе не кажется, что многие армяне нынче льют воду на мельницу врага и делают все так, чтобы задобрить Азербайджан, подставляя тем самым своих же соотечественников и друзей. У меня последний выпуск был даже на эту тему, и я много чего сказал как раз об этом. Некоторые армянские блогеры просто опускают армян Арцаха, раздавая при этом интервью врагу. Вот теперь и тебя затронули. Ты в Армении сам этого не заметил? Да, Вадим, к сожалению и безусловно, ты как всегда прав. Армянское общество, оно находится в глубочайшем и политическом, и социальном, и кризисе самоидентификации как народа и как государства. Потому что 30 лет, которые прошли, они все были связаны с Карабаха, они были связаны с пониманием представления того, что это историческая армянская земля, что вопрос как-то, конечно, будет решаться, но безусловно не так, плюс сменилась власть, ну и так далее и тому подобное. Еще не надо забывать, что очень многие образованные интеллигентные армяне не покинули Армению, и, скажем так, влияние низов людей самых безграмотных, агрессивных, ну то, что называется быдлом, да, оно очень сильно возросло. Поэтому, да, люди больше связаны грязнёй между собой, разборками, нет национальной идеи, и поэтому, знаете, вот любой мусор, который народу бросают, причем неважно кто, мусор могут вбрасывать и азербайджанцы через свою информационную агентуру в Армении. Например, вот сброс, который произошел сейчас вот против меня, ну я, честно говоря, в этом тоже усматриваю косвенное влияние Азербайджана. И отупение, оно главная причина. Кстати, вот у меня сейчас здесь, наявите, написано «Мусад» и «Герб Израиля». Я не случайно это надел, я как блогер и журналист, человек с чувством юмора, я просто прекрасно знаю, что когда отупевшие люди вот это прочитают, они скажут, ага, смотрите, вообще агент мусада, у него даже футболка из бусада. Вот я должен сказать, в «Мусаде» нету футболок. Эти футболки продаются в любой европейской стране. И, например, это было куплено вообще в Вене на днях. Ну, понимаете, людям это не нужно. Люди готовы хавать любой мусор. И, да, враг укрепляется, а народ Армении, он полностью раздроблен, разложен, и он занимается тем, что хапает что-то вот друг у друга. Да-да, это очень-очень печально. Наири назвал тебя своим еврейским другом и обнародовал ваш личный разговор. Что бы ты ответил своему армянскому другу? На мой взгляд, и к моему большому сожалению, Наири оказался, ну, просто болтуном. Я не склонен к теориям заговора, что он работает на турок, на азербайджанцев, что он специально скомпрометирует меня. Мне кажется, этот человек просто оказался не таким умным, каким я его считал. Это нисколько не оскорбление. То есть, быть умным человеком, это скорее биология, это скорее образование и все такое. Потому что я уважаю его борьбу против власти. Он с чем-то не согласен. Он считает, что политика Армении в отношении Арцаха, она там неправильная, что из-за действий Никола Пашиняна потеряли Арцах. Он не готов понимать, что потеряли не из-за Никола Пашиняна, и потеряли не из-за Роберта Кучеряна. Дело-то вообще не в этом. Просто меняется глобальная геополитическая схема, а эти люди, они слишком малы, даже если они называются главами государства, позиций, чтобы что-либо менять в этом мире, где все решают гораздо более серьезные государства и гораздо более серьезные люди, чем правители двухмиллионных или даже пятимиллионных государств. Я думаю, что он просто хотел пропиариться в данном случае, в большей степени пропиариться, в меньшей степени реально чего-то достигнуть, если он думает, что таким образом он что-то изменит на политической карте Армении. А что он этим может изменить? Ну, сказал Никол, сказал Владимир Карапетян, что неизбежны уступки в Карабахе. Дальше что? Это что? Секрет. То есть он сам носил это в себе два года после этой встречи, сам об этом молчал. Теперь он это все выкладывает, причем выкладывает личную переписку, когда я с ним, как с другом, чем-то делился, какими-то своими мыслями, предположениями, без моего разрешения. Абсолютно глупо, непорядочно, там абсолютно нет ничего секретного. Мы с ним не обсуждали походы в сауны с девушками, условно говоря, да? Но просто это глупо, это ни к чему не ведет, это ни к чему, ничего не доказывает, это нисколько не компрометирует Никола Пашиняна или там его окружение. Это скорее укрепляет позиции Никола Пашиняна, потому что если уж ты что-то расследуешь, если что-то говоришь, то это должны быть проверенные факты, которые к чему-то ведут. К чему ведут наши с ним диалоги, что я сам не уверен в правильности действий Никола Пашиняна, что я не уверен в своей безопасности, когда я нахожусь в Армении, когда я ему говорю, что не занимайся ерундой, и вот это все вываливать в интернет, на мой взгляд, абсолютно ни к чему не приведет, поскольку бездоказательно. И это лишь твои личные предположения из слов, сказанных на той встрече в Геваре. И третий момент, мне не понравилось, что он процентов 90 информации о том, что было на этой встрече, он просто выдумал. Там не было никакого разговора о тысячах погибших армян. Ну что, реально кто-то представляет себе, что со мной, израильским блогером, путешественником, глава государства будет обсуждать, что давай несколько тысяч армян мы с тобой тут положим, ничего, они прогнутся. Ну, люди, это, как сказать, вопрос об отупении общества. Если общество не до конца еще отупело, они должны понимать, что никакой глава государства никогда это говорить не будет. Я, честно говоря, даже сомневаюсь, что Никол даже думал об этом, даже в мыслях. Но уж тем более, даже если он так и думал, то никогда это не скажет мне. Ни он, ни Владимир Карапетян, абсолютно никто. Ну, это полнейшее чувство. То есть он пытается враньем бороться с главой государства. Но даже вранье, оно должно быть умным, оно должно быть проверенным. И надо думать о следующих шагах, что если ты соврешь, то это могут опровергнуть, потому что этого никогда не было. И что дальше? Ты выставишь себя на посмешище, выставишь себя человеком, который без спроса вкладывает чужие переписки, ходит с диктофоном кому-то домой. Вот сейчас очень многие люди задумаются. Мы принимали там Найри у себя в гостях, а он, наверное, сидел, что-то там записывал, и через какое-то время придет и скажет, что вот если вы это не сделаете, то я там что-то выложу. Какие-то личные разговоры граждан, какие-то там нюансы, которые вообще никакого отношения имеют к политике. То есть какой-то способ шантажа, что ли. Ну, со мной это все не работает. Я абсолютно чист, и мне грустно и смешно. Это был Александр Лапшин.